кофе готов и вот с таким вот потрясающим видом я сейчас выпью свою порцию приму свою порцию кофеина и расскажу вам о всех плюсах и минусах этой кофеварки машину приветствую вас мои дорогие на моем канале наконец-то моя долгожданная посылочка пришла я уже распаковала и в ней была кофеварка для машины тот кто часто ездит и на далекие расстояния то эта вещь необходима нашей ситуации когда у нас все закрыто в германии ресторан и кафе да можно взять туго у но это надо найти где взять если вы едете в какой-то другой город и не знаете где что есть в общем я сейчас буду опробовать это отсвечивать немножко так на посмотрим как моя кофеварка для машины функционирует это кофеварка работает только в машине от прикуривателя такое слово так что тут наличие ситечка для кофе крышка и смотрите когда вы делаете кофе в машине вы сварили если вы не пью даже если вы пьете его в машине этого штучка откручиваем легким движением брюки превращаются в шорты бог превратились ура вот смотрите вот у вас готовая чашка закрыть и пьем мы вот отсюда то есть попили сейчас попробую удобно закрыли сумку в рюкзак или просто в руках если вы гуляете где-то по набережной озера реки в лесу ну не важно так вот эту штучку ладно эту штучку я хочу отклеить я хочу отклеить здесь фольга да или оставьте пока но он пусть остается давайте пробовать как говорится мороз и солнце день чудесный минус 2 люся божий это ты зеваешь так и думать и так холодно на люську нет она нервничает каждый раз когда я сажу машину но очень любит ехать гулять куда-то но вот такой это у нас каждый раз три сучка ну что с тобой ты что мы гулять едем гулять лишь мы едем гулять очень мы отправляемся на прогулку в лес мы уже приехали в лес и сейчас отправляемся на прогулку и потом я сварю себе чашечку кофе мы опробуем новую кофеварку а а а Продолжение следует... Тут внутри вот такая сеточка. Кофе я беру с собой уже с ложечкой. Попробуем не очень крепкий кофе заварить. Это я взяла с своего кемпера. У меня в кемпере это было летом. Сейчас зима. Кемпером мы не пользуемся, так что это пока стоит в багажнике. Вода, кофе и моя новая кофеварка. Посмотрим, насколько она хороша. Сейчас мы узнаем все плюсы и минусы этой кофеварки. Включаем прикуриватель. Та-дам! Окей. В общем, что я хочу вам сказать. Я уже 10 минут сижу, жду кофе. Мотор включен. Скорее всего, удобнее, конечно, варить кофе, когда ты едешь. У тебя не просто шурует бензин или дизель, на чем вы там ездите. Когда вы в пути, вы едете и варится себе кофе. Я погуляла с собакой. Мы прошли 10 километров. Ну, если точнее, мы прошли 9 километров. 860 метров. Я округлила. И я решила, я сварю себе кофе. Выпью чашечку кофе. И тогда, ну, или по дороге домой буду его пить. Потому что ж нам ехать домой где-то минут 40. Вот. В общем, я еду. Я поеду. Видите, я не могу рулить и снимать. И поэтому я стою на парковке в лесу и снимаю. В общем, ребята, я не засекла, сколько время уже варится кофе. Но посмотрите. Смотрите, пока у меня всего 59 градусов. В общем-то, я думаю, что это недостаточно для кипения воды. Насколько я знаю. И, ну, что. Я буду стоять ждать. Потому что, в принципе, в принципе, если бы не видео, я бы уже поехала. И когда кофе сварила, себе пила. Но я никогда ей не пользовалась. Сегодня проба. Да, что-то мне скрывается. Сегодня проба. И поэтому, в общем, я решила, что я сварю сначала кофе. И тогда поеду. И уже в следующий раз я буду это делать на ходу. Кофе готов. И вот с таким вот потрясающим видом я сейчас выпью свою порцию. Приму свою порцию кофеина. И расскажу вам о всех плюсах и минусах этой кофеварки в машину. Итак, друзья, подведем итоги. Я уже дома. Вот так, чтобы вы видели, что чашечка немаленькая. И кофе получился вкусный. Здорово. Я очень ей довольна. Это плюс. У меня теперь всегда будет в дороге с собой в путешествиях. И даже в таких поездках на пару часов я и то могу сварить кофе. А теперь о минусах. Она очень долго варит. Ну, то есть, рассчитывайте на минут 10. Кофемашина отличная. Я, в общем-то, могу ее порекомендовать. Ее цена 22 доллара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!